Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Целую неделю мы с вами не виделись, а все от того, что мой малышоныш не давал мне продохнуть. И поэтому не успевала записать для вас видеоролик. Но, как говорится, чем дольше разлука, тем слаще радость встречи. Поэтому рада снова приветствовать вас на своем канале. И сегодня я записываю ролик на тему бутылочек. И так как вы знаете, что у меня с моим малышом очень долгая история с бутылочками, с кормлением, то, в общем-то, мы имели возможность попробовать несколько бутылочек в своем поиске. Той самой, той одной, которая подойдет нам больше всего. И именно из тех бутылочек, которые мы с малышом попробовали, сегодня о них как раз-таки хочу вам рассказать и дать вам небольшой обзор на три бутылочки. Первая бутылочка – это Philips Avent. Вот так она выглядит. Самая обычная бутылочка Philips Avent. Если я не ошибаюсь, коллекция Natural, наверное, называется. В общем, та, что со специальным клапаном против коликов. Вторая бутылочка – Medela. И с ее замечательной, прекрасной соской Calma. И третья бутылочка – это бутылка Coma Toma. Вот так вот она выглядит. Любимая, сделаешь обзор моих детей? Галяцкая бутылка Arth. Стильно срыгивала других бутылочек, но нашла я в призме вот такую вот замечательную пластмассовую бутылочку, которая называется Drink Me. Вот это вот бренд для мужиков, которые не справляются с обычными кружками для взрослых людей. Единственный минус этой бутылки заключается в том, что наклейку невозможно отодрать. Все равно он немножечко срыгивает, поэтому слюнявчик я не снимаю. И микроволновку ее засовывать не следует, потому что она расплавится. А так, в принципе, классная бутылка стоит 300 рублей. Пока я меняю подгузник своего мужа, он прекрасно ее держит в ручках и пьет. В двух ручках. В двух ручках. Когда я только-только родила своего малыша, и когда я поняла, что есть необходимость приобрести бутылочки для кормления, я ровно, как и многие другие мамочки, без опыта не понимала, за что браться. Потому что их огромное количество. То есть это Филипп Савент, это Томми Типпи, это Доктор Браун, это Нук, это Кампу, это те же самые Меделовские бутылки, Комо Томо. Также огромное количество бутылочек, которые не столь, может быть, популярные бренды, но, тем не менее, на полочках магазинов эти бутылки стояли, и я не могла понять, куда же бежать и с какого конца вообще начинать. И проконсультировавшись с опытными мамочками, они мне сказали очень просто, если ты ничего не понимаешь в бутылках, то бери Филипп Савент и не прогадаешь. И так как у моего малыша были газики, и я очень-очень боялась коликов, то, конечно же, тут же я приобрела бутылку со специальным клапаном, который против коликов, против газиков и против того, чтобы лишний воздух вместе с молоком либо со смесью попадал в желудок малыша и тем самым провоцировал те же самые газики, дискомфорт, мучения и, в общем-то, его беспокойство. И, конечно же, я обратила первым делом вот именно на эту бутылку внимание. Что могу про нее сказать? Качество отменное, и действительно, если мама не разбирается в бутылках и не знает, что брать, берите Филипп Савент и точно не прогадайте. Соски у них на самом деле очень-очень стандартные, сама бутылка также достаточно стандартная. На ней, как и на всех остальных бутылочках, впрочем, есть шкала объемов и также есть разные размеры. Начали мы с маленьких бутылочек. По-моему, если я не ошибаюсь, то ли 110, то ли 150 мл объем. Ее в самом начале, когда малыш ел только приблизительно 90 мл грудного молока, нам было предостаточно. И со временем, конечно же, мы выросли до больших бутылочек. Эта бутылочка 260. Сама бутылка, с точки зрения внешнего вида, дизайна, ничего не представляет. Это обычная пластиковая бутылочка. Пластик, конечно же, безопасный для малышей. Ровно как и другие бренды, эта бутылочка имеет несколько вариантов сосок. Начиная от единички, здесь именно на авентовских сосочках очень легко, не знаю, будет ли видно или нет, очень легко понять, какую соску ты покупаешь, потому что здесь с краешку есть циферка. Либо один, либо два, ну или, по-моему, еще третья бывает. Собственно, мы с вами начали, конечно же, с единички. Это означает, что в сосочке есть одна дырочка, и она предназначена для самых-самых маленьких малышей, для самой медленной подачи молока. Потом уже вырастая, приблизительно с трех месяцев, можно менять сосочку один на двойку. Тут уже появляются две дырочки, подача молочка уже немного быстрее, и малыш может сосать молочко уже с большей силой и получать больше молочка, и, в принципе, с ним справляться. Мой малыш очень долго никак не мог привыкнуть к номеру два, потому что он захлебывался, и на самом деле, наверное, до месяцев четырех точно мы пользовались сосочкой первой, то есть для самых-самых маленьких. Почему стала искать другую бутылку, и что же меня не устроило именно вот в этой бутылочке Philips Avent? Здесь сыграл тот факт, что она очень и очень неудобная, особенно если ты кормишь малыша вне дома. Например, если тебе нужно приготовить смесь, то, естественно, воду можно налить в эту бутылочку днем дома перед выходом. И, собственно, есть специальные кортейнеры, которыми также я пользуюсь для смеси, которые ты берешь с собой уже с конкретной порцией одного питания, и очень легко это все сыпется в бутылочку, и, в общем-то, можно этим пользоваться. Но для того, чтобы засыпать, собственно, смесь в эту бутылочку, я столкнулась с тем, что на улице, в машине, в ресторане, неважно где, мне руками, обычно помытыми, конечно, но тем не менее, все равно руками, мне нужно попытаться каким-то образом отковырять вот этот клапан от газиков-коликов. И я пыталась сделать вот так вот, что у меня не получалось, потому что ногти не всегда твердые. Когда ты открываешь бутылку и извлекаешь этот клапан, то для того, чтобы насыпать смесь, тебе вот этот клапан нужно куда-то поместить. Следовательно, я должна подготовить салфеточку чистую, или какую-то поверхность, или, не знаю, какой-то контейнер, мешочек, неважно что, куда я смогу положить вот этот клапан. Пока я, в общем-то, вожусь со смесью, открываю контейнеры, закрываю контейнеры, доставаю из рюкзаков и так далее, и так далее. В общем, вся долгая эта история ведет к одному, что когда ты вне дома, вот это проделывать жутко-жутко неудобно. Также, когда бутылочку нужно помыть, то, естественно, чем больше у тебя деталей, тем сложнее для тебя мыть эту бутылку. Изначально я подумала, да ладно, господи, ну что же там, достал одну детальку, потом извлек сосочку, помыл соску, помыл, значит, это, потом помыл клапан, помыл бутылку, и чего тут такого? Но когда ты это делаешь по 7-8 раз в сутки, то ты понимаешь, что для тебя это становится очень-очень трудоемким, непосильным трудом, и ты уже этим заниматься не хочешь. Поэтому, когда ты сталкиваешься с этой всей историей, ты хочешь более немного простой системы, которая позволит тебе проще открывать бутылку, закрывать бутылку и ее чистить. Также, если говорить про промывание этих бутылочек, Philips Avent, естественно, так же, как и другие бутылки, она спокойно помещается в стерилизатор. Если нет стерилизатора специального, то в кипяток, и можно эту бутылочку спокойненько стерилизовать. А опять же, если говорить про минусы, со временем стерилизуя, она становится вот такая желтая и не очень привлекательная. Здесь не знаю, сможете ли вы его увидеть, но особенно это касается вот здесь вот края бутылочки. Она становится такая мутная и не очень сильно привлекательная. Но, насколько я понимаю, это происходит практически со всеми бутылочками. И вот здесь наши отношения с Philips Avent стали немножечко холодеть, и мы стали с ним прощаться. Еще одной причиной, помимо вот всех этих безумных деталей, стало то, что я начала сцеживать свое грудное молоко и начала пользоваться молокоотсосом Medela. И когда я купила первый свой молокоотсос Medela, в коробке я нашла вот эту прелесть, которая называется Medela Calma. Что такое Medela Calma? Medela Calma – это вот такая вот бутылочка и вот такая вот соска, точнее сказать, с очень необычным, необычным строением. Производитель говорит о том, что эта соска предназначена исключительно для грудного молока. Плюс ко всему, эта соска прослужит очень долго, потому что маме не придется менять эту соску, как, например, в случае Philips Avent и других бутылочек. Эта соска предназначена для деток с самого рождения и до тех пор, пока он не перестанет пить молочко либо смесь из бутылки. Несмотря на то, что на самом деле производитель говорит, что эта соска предназначена только для молока, могу точно сказать по своему опыту, прекрасно она также работает и в случае смеси. И можно также малышу кормить смесь. Соска – это работает по какому принципу? Здесь отверстие, в отличие от других сосочек, очень даже большое и необычное. Эта соска максимально копирует женскую грудь. И принцип ее работы как раз-таки напоминает принцип подачи молока из груди. То есть, если малыш сосет, молоко поступает. Если малыш не сосет, молочко не поступает. Изначально, кстати, сразу скажу, что я испугалась, что эта сосочка не работает, потому что, когда ты наливаешь только молочко в бутылку и переворачиваешь ее вверх дном, то, по сути, молоко не должно течь, потому что никто ведь его не сосет. Но какие-то капельки, они протекают. Но со временем я поняла, что на самом деле это не сосочка дефективная, это, скорее всего, капельки для того, чтобы мама могла проверить, хорошо ли нагрето молочко, или не слишком оно горячо для малыша. И буквально несколько капель оно капает, и потом оно перестает. И вот таким вот образом сама по себе пришла в мою жизнь модела Калма, и мы начали пользоваться именно этой сосочкой. Первое время я была от нее в восторге. Я подумала, господи, какая она крутая соска, мне не придется эти бутылки менять, но единственное, что, конечно же, придется со временем взять бутылочку побольше и уже скармливать малышу объем больше. Но сама соска останется с нами до тех пор, пока он будет пить из бутылочки. Но случилась та же самая история, когда ежедневно мне приходилось вот таким вот образом разбирать вот эту соску для того, чтобы ее промывать. А деталей здесь, как вы видите, сложных большое количество, то я поняла, что со мной повторилась история бутылочки Philips Avent, и я, в общем-то, снова страдаю, и снова я ее собираю. Единственное различие, наверное, было в том, что собирать эту соску было намного больше труда. То есть здесь мне нужно было сначала вывернуть соску наизнанку, потом ее сжать, потом ее одеть правильно на колпачок, значит, потом ее аккуратненько поместить вот за эти края, потом уже вот эту третью деталь одеть, потом это закрутить все на бутылку, и ночью, когда малыш просыпается с криком о том, что он хочет есть, вот это все проделывать, это, собственно, не самое лучшее на свете. Даже если ты подготовишься с вечера, все равно какой-то декомфуз с сонной мамой произойдет, и все равно эту соску придется собирать, разбирать по 10 раз. И также из минусов, которые приключились с нами, так это то, что малыш все-таки не смог к этой соске привыкнуть. Он захлебывался, и он начал очень-очень сильно отрыгивать. Я изначально даже не поняла, почему так. И, кстати, неважно, давала ли я смесь, давала ли я грудное молоко, после этой соски он отрыгивал огромное количество. Даже спустя 2 часа после кормления, когда уже наступала, вроде бы, череда следующего кормления, то малыш, он сильно срыгивал и достаточно большие объемы. Я понимала, что что-то здесь не так. И на какое-то время эту соску я отменила, я вернулась к Philips Avent, и, в общем-то, срыгивания у нас прекратились, и малыш снова продолжил есть, так как он ел. И еще какое-то время я пользовалась, собственно, этой стандартной такой, нашей изначальной первой бутылочкой. Но ровно до того момента, как в мою жизнь пришла Комо Тома. На самом деле, вот такую вот прекрасную бутылку Комо Тома необычную. Я ее заметила еще с самого-самого начала, когда даже не помышляла о том, что бутылка нам понадобится. Она привлекла мое внимание тем, что она очень необычного дизайна. То есть это силиконовая бутылка, вот таким вот образом она мнется. Матовый очень-очень приятный силикон. Когда малыш уже может ручками держать бутылочку или просто ее касается, то именно мягкость, именно поверхность вот такая матовая этой бутылки, она должна ему напоминать о маминой груди. И также, если говорить о сосочке, то сосочка здесь тоже необычная. Вот если обратите внимание, она очень и очень широкая. И, в общем-то, также производитель Кома Тома говорит, что это самая, наверное, близкая бутылочка к тому, чтобы имитировать женскую грудь. Так как сосок у нас все-таки достаточно широкий, и когда малыш, особенно когда он учится сосать, то он рот должен открывать очень широко, то вот принимая пищу из этой бутылки, он должен делать ровно то же самое. Помимо этого, что меня сильно порадовало в этой бутылке? Порадовало меня то, что клапаны противоколиковые или антигазики, они встроены вот прям в соску. Вот здесь вот есть эти два клапана. И посмотрите, как она разбирается. То есть просто откручивается сосочка, вот она бутылка и соска. И больше ничего. Соску вы, значит, можете достать из самого держателя, таким вот образом вывернуть и прекрасно почистить вместе с клапанами. То есть у нас нету никакой дополнительной детали, которая бы создавала нам проблемы в ежедневном использовании. Также все вот эти силиконовые, необычные вроде бы как детали, они также могут быть помещены в стерилизатор. Спокойно. Эта красота, по-моему, выдерживает до 180 градусов. Соска также до 180. И, по-моему, вот пластиковый держатель самой сосочки, он до 120. В любом случае, если вы забываете, сколько градусов держит бутылка, на каждой ее запчасти, на бутылке, на соске, на держателе, эта информация написана. Чего я не заметила на сосках Моделлы, либо Филиппс Авент. Ну, тоже мелочь, но вроде бы ежедневно полезная информация. Особенно, когда вы помещаете эту бутылку в стерилизатор, либо в микроволновую печь, и так далее, и так далее. Помимо этого, эту бутылку очень и очень легко мыть. Ее можно помыть, в принципе, даже без щеточки, без ершика. Благодаря вот столь широкому открытию самой бутылки, ты можешь сюда засунуть руку и прекрасно промыть бутылочку просто мыльной водой. И это, на самом деле, очень и очень облегчает ежедневную жизнь. Если говорить про цены, естественно, самая доступная и самая дешевая из этих трех бутылочек, это бутылка Philips Avent. Большая бутылка объемом 260 мл с системой антиколик, она стоит порядка 600-700 рублей. Зависит от того, в каком магазине вы ее покупаете. Если говорить про эти две красоты, эти две красоты достаточно дорогие. Самая дорогая это Modelo, она стоит почти 1500 рублей. Вот в таком виде, за исключением того, что это будет большая бутылка. Все цены я посмотрела на большие бутылки. То есть 250 мл она будет стоить порядка 1500 рублей. Если говорить про Кома Тома, Кома Тома немного более дешевая. За нее я заплатила 1300 рублей, ну почти 1400 там копейки еще. И у нее также есть возможность приобрести комплект из двух бутылок. Либо маленьких, либо больших. И расцветки две есть. Есть зеленая и есть розовая. И если я не ошибаюсь, то большой комплект из двух бутылок обойдется порядка 2600 рублей. Проанализировав, собственно, все свойства этих бутылочек, удобство, цену, ее эргономичность, ее дизайн, то, как ее можно почистить, помыть и насколько легко ей, в принципе, пользоваться ежедневно. И самое, наверное, важное на самом деле, хоть и меньше всего об этом говорю в этом обзоре, но тем не менее, самое важное, насколько комфортно малышу пользоваться этой бутылкой, я поняла, что наш победитель это Кома Тома. Мой малыш действительно полюбил эту бутылку и уже сейчас, в возрасте почти 6 месяцев, с большим-большим удовольствием, он держит эту бутылочку в своих ручках, особенно, когда у нас ночные кормления, когда я его поднимаю с кроватки и я понимаю, что нужно поменять подгузник, а малыш у меня сильно-сильно неспокойный и очень хочет есть, то я просто даю ему эту бутылочку, он ее держит, начинает есть, и пока он ест, я спокойненько меняю ему подгузник. После чего мы уже отправляемся на кресло для кормления и продолжаем его ночной прием пищи. Надеюсь, что мой обзор этих трех бутылочек был полезен для вас, что я дала достаточно информации, чтобы, по крайней мере, если выбирать из этих трех бутылочек, вы уж точно были информированы о всех плюсах и всех минусах. Напишите в комментариях, какими бутылочками вы пользуетесь, и есть ли у вас опыт работы именно с этими бутылочками, и напишите ваше мнение, какой же опыт с каждой из них был у вас и у ваших малышей. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, нажимайте на звоночки, чтобы не пропустить последующих видеороликов, и мы с вами увидимся уже в следующем видео. На сегодня все. Пока!